Мы сегодня прилетели в город Челябин. Есть несколько вопросов относительно финансов. Я на самом деле без преувеличения считаю вас, наверное, одним из лучших экспертов в плане финансов. Часто предприниматели застревают на этапе младенчества и роста. И как только появляется возможность действительно бустануть рост, вот тут они все сыпятся, потому что нету прочного фундамента. То есть на расчетный счет пришли деньги, значит все, типа вот деньги. Они мои, да. У компании может быть полный сейф денег, но она может генерить убыток. И наоборот, компания наоборот прибыль, но на ней катастрофически не хватает денег. 97% компаний малого бизнеса не доживает до 3 лет. Каждый месяц четко знал, сколько он реально зарабатывает прибыли. Когда как бы не пытаются залезть и посмотреть этот отчет, они вообще ничего не понимают. Пишите в комментариях, я обязательно скину каждому, можно его избежать. И всегда ли кассовый разрыв, это плохо. Топ-3 самых главных заблуждения предпринимателя, которые влекут проблемы с деньгами. У меня сейчас лежит в кармане билет в Челябинск. Как интересно у нас все устроено. В общем, пока одни предприниматели не знают, как выбраться из гаража, то есть перерасти его, другие не могут годами напролет выбраться из кассового разрыва. И тех и других может объединять одна общая черта. Это слабое знание того, как работают финансы, как работают различные показатели, на которые нужно опираться непосредственно в бизнесе. Особенно, если это производственный бизнес. И именно по этой причине мы сегодня прилетели в город Челябинск. Потому что именно здесь живет один из основателей компании «Нескучные финансы». Александр Афанасьев, именно к нему мы сейчас едем прямо домой. Я думаю, что он расскажет нам обо всех показателях. Ну, по крайней мере, о большинстве их. И расскажет, хотя бы направит нас примерно в ту сторону, подальше от этих самых кассовых разрывов. Друзья, поехали. Расспросим сейчас у Александра, как это все делается. Итак, Александр, здравствуйте. Я очень вам благодарен, что вы отозвались на мой призыв и пригласили нас к себе домой в город Челябинск. Есть несколько вопросов относительно финансов. Я, на самом деле, без преувеличения считаю вас, наверное, одним из лучших экспертов на сегодняшний день. Вот именно по российскому, как минимум, рынку точно в плане финансов. И поэтому, прежде чем перейти к реальным показателям, да, хотелось бы услышать вкратце вашу историю предпринимательства. Я знаю, что она у вас была достаточно такая бурная, многолетняя. Не очень может быть где-то успешная, но вы взяли очень много опыта. Поделитесь, пожалуйста. Да, ну, спасибо за подтверждение. Я очень рад, что ты прилетел. Да, слушай, все очень просто. Я сам занимаюсь бизнесом с 2010 года. И первый мой бизнес это был общепит. И там я занимался им 6 лет. А потом занимался грузоперевозками. И вот эти первые 2 бизнеса для меня стали такими как-то обучающими, да, потому что я совершил все возможные ошибки, какие только можно было совершить. Даже отдельный фильм на этот счет снял на своем канале предприниматель. Ссылку оставим вот здесь. Да, рассказывал историю личную. И, собственно, да, я потерял эти 2 бизнеса, залез в кучу долгов. И я считаю, что этот опыт, он мне дал знания относительно того, как в бизнесе, в принципе, больше делать, чего не надо. То есть я к этому отнесся не как к поражению, а как к возможности чему-то научиться. И уже, знаете, как это, новый такой трамплин. Ну и следующие проекты, которые сейчас я развиваю, они уже исходят из базово-фундаментальных знаний в отношении менеджмента, финансов, управленческого учета. Я, конечно, в отношении того, что там, я не могу сказать, что я сегодня там финансист, прям финансист. У меня уже там больше 150 партнеров, финансовых директоров, которые работают, но при этом в свое время мне пришлось достаточно глубоко разобраться. А что я могу просят сказать, то, в первую очередь, я предприниматель. То есть я развиваю проекты, строю системы и делаю так, чтобы собирались профессиональные команды менеджеров и организовывали результат, приносили пользу нашим клиентам, которые пользуются нашими услугами. То есть на сегодня у меня сейчас 4 проекта, в которых есть команды, генеральный директор, партнеры. И в большей степени я проявляюсь как предприниматель, но при этом при прочих равных я, как мне кажется, я достаточно глубоко разобрался в теме финансово-управленческого учета. И, конечно, мне есть что сказать. На самом деле, тема сегодняшнего ролика, она заявлена как бы с уклоном на мебельщиков. Потому что многие на самом деле ребята годами просто стоят топчутся на одном месте. Они понятия не имеют вообще, что происходит. Вроде как продукт у них очень классный, клиенты все довольны. Но при этом они живут от предоплаты до предоплаты. Это знакомая, я думаю, история. И при этом они не понимают вообще абсолютно, в чем дело. Они делают часто неверные выводы. Они смотрят на ребят, которые побольше их, видят, что у них там крутые станки. Делают вывод, что, наверное, мне не хватает станка. Залазят опять в долги, приобретают этот станок. Понимают, что дело было не в этом. Вот ты с высоты своего опыта, да, как ты считаешь, в чем все-таки проблема этих ребят? И там ли они ищут вот эту причину своих проблем? Вот есть такая классная книга «Управление жизненным циклом корпорации» Ицхак Адизис. Он там четко со своей точки зрения разложил, то есть какие этапы проходят компании. Там зарождается, потом младенчество, потом юношество, потом зрелость и так далее, и так далее. И вот часто предприниматели застревают на этапе младенчества и роста. То есть обычно вот рост компании он убивает. Там что происходит? Там типовая история. На первоначальном этапе заботятся о том, что был продукт. Все, довольный продукт, классный, все круто. Появляются первые продажи. Круто, радуемся, нам дают подтверждение, нас хвалят, мы прям гордимся. Все, как бы мы получаем подтверждение. Какие-то деньги начали зарабатывать и все. И потом вот это появляется классная идея, она действительно классная. Как бы типа давайте дальше расти, масштабироваться, развиваться. И когда предпринимаются попытки вливания денег в маркетинг, в продажи, найма людей, вот тут предприниматели начинают сыпаться, потому что они достаточно круто разобрались там в привлечении клиентов, в продажах, в производстве продукта и как-то контролируют качество. Но они обычно там, не знаю, работают в команде там 10, 15, там 20 человек, а то и меньше, да. И как только появляется возможность действительно бустануть рост, вот тут они все сыпятся, потому что нету прочного фундамента. А фундамент строится на построении системы менеджмента, по построению информационной системы, да, то есть управленческого учета и работы менеджмента именно с командой, да, потому что чем больше людей, тем больше этими людьми нужно управлять. А предприниматель малого бизнеса, он, как правило, застревает в парадигме того, что он привыкает делать все сам. И когда приходят новые люди, они, как правило, начинают работать хуже, с его точки зрения это еще хуже, как бы он такой говорит, я сейчас сам, батька, все решу, как бы и разберусь. И вот они находятся в этой ловушке, они привыкают заниматься продажами, это постоянно как бы проблема, продаж много это плохо, продаж мало это тоже плохо. А на самом деле основа перехода это осознанное погружение в другие сущности, то есть маркетинг, продажи, конверсии, лиды, продукт, это все как бы знакомо, и надо это немножко в сторону так отставить и начать смотреть на такие слова, как менеджмент, HR, управленческий учет, система, бизнес-процессы. И вот обычно 98% предпринимателей, как бы они говорят, то не, типа не, это как бы это сильно сложно, это не охота. И вот как мой один из учителей, Питер Друкер, говорит, что часто люди склонны делать то, что им не нравится, а не то, что нужно. И вот как раз таки, если мы говорим про построение бизнеса, то бизнес начинает требовать, чтобы мы погружались в эти сущности. А если предприниматель как бы закрывает глаза, говорит, что нет, цифра это не про меня, как бы да не, менеджмент нафиг, я сам разберусь, то, соответственно, ну как бы и результат понятный, как бы компания упирается в потолок, долбится-долбится, топчется-топчется, как бы получаются неуспехи, знаешь, там нанял много людей, как бы не имея знаний в области управления людьми, да, то есть с точки зрения менеджмента, построения системы, получают проигрыши, да, это как бы разочаровывает, там что, какой эффект-то происходит психологический? Тут больно, неприятно, а вот там маркетинг, продажи продукт, как бы там уже хорошо себя чувствую, я себя прекрасно там чувствую, и все, как бы тут обжегся пару раз и побежал обратно, знаешь, как в уголок спрятался в область, в которой ты себя почувствуешь прекрасно, и вот так я вижу, что это у большинства предпринимателей, мне кажется, это самое главное ключевое ограничение, которое мешает дальше расти, а в отношении того, что ты сказал по поводу смотрят на больших, это тоже на самом деле проблема, потому что действительно, как бы мы хоть и вдохновляемся большими, но надо понимать, что уровень задач, уровень возможностей, уровень как бы ресурсов, он реально кардинально отличается от того, что ты получаешь как бы на самом старте, то есть в малом бизнесе вообще практически ничего нету, а средний бизнес, если ты говоришь про станок, ну да, действительно, у него есть ресурсы покупать эти станки, у него там есть своя финансовая модель, у него есть четкий, понятный бюджет, соответственно, это вторая ошибка, которая как раз таки смотрят на больших, а вот, например, одно из моих успешных действий, я всегда, когда сам в процессе развития проектов, я всегда смотрю на компанию, которая, не знаю, условно там не на 10 шагов меня впереди, хотя с точки зрения идеальной картинки я могу это прорабатывать, а смотрю, который там на шаг на два впереди меня, который как будто не сильно далеко, то есть я могу как бы до нее дотянуться, это находится, как говорит Владимир Константинович Тарасов, то есть в области моего ближайшего развития, поэтому, да, такие проблемы есть, и тут важно их понимать, я надеюсь, может быть, получится донести, и кому-то это откликнется, и отзовется, то есть надо действовать из области ближайшего развития, и если у вас компания растет, продукт классный, то постепенно, постепенно переходите в такие существа, как HR, финансовое управление, менеджмент, бизнес-процессы, потому что это все то, что формирует структуру, основу, да, так, фундамент, построения большой компании, не знаю, вот или вот какого-то большого дома, да, на песке, как-то на песке нельзя построить большую компанию. Действительно, если вот начинать разбираться, да, в аспектах вот этих вот неудач, это огромное поле, то есть тянешь за одну ниточку, там вытягивается такой огромный массив всего, но если, например, ограничиться только финансами, да, то есть там большое количество показателей, и вот есть такое понятие, как оборотка, как многие говорят, да, есть такое понятие, как прибыль. Я обратил внимание, что многие мои коллеги, мебельщики, да, когда они говорят о своих результатах, они говорят, я продал там на 3,5 миллиона в прошлом месяце, или я там продал, не знаю, на 10 миллионов, но мы же понимаем, что, скорее всего, это не те показатели, которыми следует хвастаться. Вот в отношении этого можно дать комментарии, на какие финансовые показатели нужно в первую очередь обращать внимание мебельщикам, которые не хотят уйти куда-то вниз. Ну да, слушай, у нас мозг так изначально настроен, и в силу того, что у нас, ну там, не учат финансовая грамотность, там, не в школе, не в институте, да, тем более бизнес финансовой грамотности, то, конечно, мы там, начинаем заниматься бизнесом ради денег, мы хотим зарабатывать эти деньги, хотим тратить эти деньги, и как бы они такие материальные, понятные, мы на них, ну, как бы ориентируемся, то есть, вот на расчетный счет пришли деньги, значит, все, типа, деньги. Они мои, да. Да, и, как правило, вот то, что ты называешь обороткой, как правило, ну, они так и называют, да, то есть, большая часть, не знаю, процентов 80, но есть такой финансовый парадокс, очень неприятный, и огромное количество компаний полегло, как бы, из-за незнания этого парадокса, что компания может быть, у компании может быть полный сейф денег, но она может генерить убыток, и наоборот, компания, наоборот, прибыль, но на ней катастрофически не хватает денег, и часто предприниматели, действительно, там, не знаю, типа, я вот, у меня оборот, там, 3 миллиона, ты говоришь, да, ну, да, то есть, он, допустим, продал, да, сделал, там, продал контракты, поступили деньги в кассу, но они же не, как бы, не учитывают, что они эти обязательства будут исполнять, там, месяц, два, три, да, и вот в этом плане, когда они это не учитывают, и думают, что, там, прибыль, это вот, сколько они пришло денег, вышли, там, какие-то операционные свои расходы, и, типа, сколько осталось эта прибыль, это ошибка, ну, грубейшая ошибка, которая приводит, как раз-таки, к банкротствам компании, да, и, там, 97% компаний малого бизнеса не доживает до трех лет, это есть такая статистика, ну, на РБК, и, соответственно, что важно понимать, что есть сущность деньги, деньги, это просто, ну, актив компании, да, но он такой же актив, как станки, он такой же актив, как запасы, да, которые там лежат на складах, да, и, ими нужно профессионально управлять, как и любым другим активом, а есть эффективность, да, и вот это вот, как раз-таки, выручка и прибыль, и важно понимать, какую выручку мы зарабатываем, и, что такое выручка, выручка это не то, сколько ты денег взял с клиента, там не важно предоплаты, как бы, или потом постоплаты, а это то, на какую сумму ты исполнил обязательства, то есть то, на какую сумму ты отгрузил мебели, да, а прибыль, соответственно, как бы это минус расходы, которые соотносятся с этой выручкой, допустим, как бы если ты отгрузил мебель там на миллион, да, и у тебя себестоимость там составила там 3 миллиона, то это не то, сколько ты денег потратил когда-то, да, наверное, на этот материал, а это та сумма, которую ты понес расходы в соответствии с этой выручкой и соответственно как бы это два разных контура контур денег и контур обязательств и обычно у большей части предпринимателей как бы вот в этом возникает путаница они они не считают обязательства а почему не считают потому что они как бы невидимые такие сущности да я то есть как бы фокус на деньгах а вот по большому счету чтобы быть успешным то конечно ну я считаю что базовое требование бизнеса это быть прибыльным и может быть такое что ты круто на продавал ты хоть на 10 миллионов на продавай но если ты там проекты там не знаю очень долго закрываешь там и операционные расходы съедают всю твою маржу то ты как бы есть риск того что ты можешь много продавать но при этом погоду там сработать 0 а то и в убыток а еще возможно придется возвращать эти деньги а это и придется возвращать до предприниматель он как бы он мыслит такой парадигме типа я открыл расчетный счет на расчетный счет приходят деньги а значит деньги равно как мои мои да и получать что они вытаскивают деньги либо аванс своих клиентов либо деньги поставщиков до которым они должны заплатить там чуть попозже с умыслом типа потом разберемся и потом разберемся да а в итоге они тратят больше чем зарабатывают а есть другие ребята которые как бы смотрят на таких тип не не я не вытаскиваю но они как бы ровно также эти эти же деньги свои незаработанные тратят на вкладывают в тот же самый станок например да вкладывают не знаю там больше тратят на рекламу то есть по факту они тратят незаработанное и именно поэтому критически важно чтобы владелец каждый месяц четко знал сколько он реально зарабатывает прибыли потому что это основа основ то есть от этого мы можем плясать могу ли я себе позволить купить станок могу ли себе позволить взять дивиденды могу ли я себе вообще принципе отложить на подушку безопасности после другу трудные времена да я смогу как бы там платить аренды зарплат сотрудникам могу ли себе позволить там не знаю строить отдел продаж там как-то операционный бизнес выстраивать могу ли себе позволить пойти на какой-нибудь там дорогостоящее обучение то есть финансовый результат это как раз таки то насколько ты эффективно поработал вообще ну типа твой счет на табло и большая часть как бы предприниматели смотрят за деньгами прибыль считают там единицы те кто еще мыслят категории собственно роста собственного капитала рентабельность собственного капитала там вообще как бы я ничего не говорю хотя по факту уровня финансового мышления деньги прибыль собственный капитал а четвертый уровень это капитализация большая часть предпринимателя находится на уровне денег и соответственно принимают неправильно управленческие решения а если там не знаю там сапер например да вытащил не тот проводок как бы он за это неправильно управленческое решение платится жизнь, а предприниматель, в чем парадокс, он платит рублем, и соответственно успешный предприниматель тот, кто принимает взвешенный управленческие решения правильно, а неуспешный тот, кто принимает неправильное решение. Соответственно, если у тебя нет информационной системы, которая тебе показывает понятную картину, когда ясно сколько ты заработал, сколько ты можешь потратить, ты как бы принимаешь тупые решения. Вот я как раз хотел задать вопрос, каким образом вот обычному рядовому предпринимателю просто у него три назад три месяца назад пришел там этот договор да эти деньги он уже забыть про них забыл оказывается ему там следующем месяце устанавливать то есть выполнять эти обязательства а это же мы не говорим не про один заказ и заказы которые на постоянной основе каким образом учитывать если он еще не дорос до 1 ски мне об какой там системе учета речи не идет то есть вот самый может быть простой инструмент какой-то посоветуешь чего начать да это как еще добавлю к тому что сказал обычно там начинается такая гонка как бы тебе чтобы закрыть обязательства по старым обязательствам тебе нужно срочно привлечь на срочно привлекать новые заказы как бы это просто такая гонка и в итоге как бы компания катится вниз и в итоге банкротится там попадает жуткий кассовый разрыв отвечая на твой вопрос слушай ну базово это можно делать на базе google таблиц ну правда то есть моя компания же она и появилась на основе этих болей то есть там все там не знаю там бухгалтера экономисты финансисты они ну не могли дать хороший качественный продукт предприниматель малого бизнеса в силу разных причин да как бы ним не умеют нормально объяснять не не хотят работать за те деньги которые может себе позволить предприниматель вот и получается мы все время взяли ответственность и базово можно выстроить особенности гришь про начинающего да там не можете позволить действительно там один эску то ну не знаю на базе google таблиц базово это учет сделок google таблица в которой там написано дата контрагент сумма сделки себестоимость срока получения аванса срок сдачи проекта какая маржинальная какая маржинальность какая рентабельность по маржинальному доходу то есть и вот этот учет сделок ведется и он является основой он является основой планирования выручки компании и получается что предприниматель малого бизнеса дождь и задавать вопрос сколько я планирую заработать прибыли в следующем месяце это должен быть четкий внятный ответ и допустим учет сделок это является основой строчки выручка и строчки себестоимость ну в отчете о прибылях и убытка дальше учитываются все там административные коммерческие расходы и то есть важно понимать да что как бы это можно организовать на базе google таблиц проблем в этом не в этом нету она просто новая и трудная для предпринимателя который не обладает этим знанием да а допустим для нашей компании да то есть больше тысячи уже решили там этих подобных задач как бы и нам это понятно и собственно мы делаем этот продукт понятным доступным сейчас речь про финтабло идет да можно и финтабло можно и с помощью специалиста финансового директора ну то есть я вообще рекомендую пользоваться услугами специалистов да то есть например ну то есть мы же мы понятно что там когда мы хотим настроить рекламную компанию дата какую-нибудь там яндексе как бы весь первый путь самому как бы из другой путь это нанимать специальности конечно с финансами ну то же самое то есть как бы если есть возможность выплатить профессиональному специалист который обладает знанием технологии но лучше ему заплатить ты сэкономишь огромное количество времени и денег да если прям совсем все грустно там выручка совсем маленькой ну окей там берешь самостоятельно книжку финтабло там образовательные материалы учиться вникаешь разбираешься в целом при прочих равных можно имея намерение и усидчивость как бы эту задачу решить на самом деле вот когда-то упомянул да про google таблицу удивительный факт но примерно два года назад я вот на основе ваших видео из нескучных финансов тоже сел просто полностью разобрался и на протяжении двух месяцев я писал под себя google таблицу где учел все варианты расходов и соответственно подтянул это все формулами и вот на постоянной основе это все заполняют это на самом деле создает ну удивительную картину кстати ребят если кому-то нужна вот конкретно моя таблица до пример моей таблицы пишите в комментариях я обязательно скину каждому кто напишет и попросит эту таблицу вот при написании этой таблицы я обратил внимание на какой момент что нужно уделять особое внимание расходам то есть мы говорим про обороты там прибыль и так далее да но расходы то есть они все разбиты по пунктам и одни расходы отличаются от других просто кардинально то есть по сути они называются расходы и те и другие да но это совершенно два разных показателя можешь немножко сказать о расходах на что конкретно лучше в первую очередь обращать внимание в плане расходов но и так далее да слушай ну хороший вопрос на самом деле когда мы говорим то что опять же если мы исходим из идеи до что главная обязанность руку для компании да то есть мало того что ну базово да то есть отдавать качественный продукт по приемлемой цене да то также владелец должен в первую очередь заботиться о том что компания была прибыльная и соответственно как бы ну тут логика очень простая что мы делаем для того чтобы увеличить прибыль с одной стороны мы работаем над ростом продаж да как бы это кажется очевидно хотя на самом деле не всегда так с другой стороны мы конечно должны уделять внимание расходам и очень часто рычагом для какой-то компании может быть как раз таки просто жесткий контроль расходов управлением поиска возможностей и когда мы говорим про расходы то есть кто-то не уделяет должного внимания тому чтобы разработать допустим грамотных справочных статей да то есть ну например да то есть как бы беспорядочный справочник статей да это купил зубочистки купил бумажки купил стикеры как бы у них вот такая вот портянка что когда как бы не пытаются залезть и посмотреть этот отчет они вообще ничего не понимают да потому что сильно много данных как бы какие-то мелкие разные цифры и нужно уделить не знаю достаточно количество времени за часа 4 чисто время на то чтобы разработать грамотный справочник статей чтобы он как бы сначала провести анализ потом синтез а не за что получилось там за 25 30 хороших качественных статей которые дают понимание того да что я могу в соответствии с этим сделать да можно еще дальше разбить на группировку это базово да то есть можно разбить на производственные административные коммерческие соответственно производственно это все расходы связаны с созданием продукта административные это с обслуживанием компании то есть за зарплаты менеджеров это расчетно-кассовое обслуживание там зарплата бухгалтера и так далее есть коммерческие расходы, там можно разбивать, т.е. это про то привлечение клиентов и продажи, да. Как бы еще раз, тут нету одного единственного стандарта, допустим, сейчас мы больше приходим к тому, чтобы коммерческие внутри еще разбить на трафик и команду на трафик, например, да, и именно продажные косты, как бы и программное обеспечение, но не суть, каждый подбирает под себя, но есть какой-то базовый, мы предлагаем так, производственные, административные, коммерческие, минус там налоги, там проценты по критам амортизации. И, соответственно, владелец для того, чтобы управлять прибылью, он должен каждый, каждый расход контролировать, т.е. допустим, я знаю, что у меня, например, там, не знаю, 30% от выручки уходит на производственный блок, окей, ну, как бы я, как руководитель, сам с тобой разговариваю, да, а что я могу сделать, как я могу оптимизировать, допустим, без потери качества, чтобы, допустим, на производство у меня уходило, там, не 30%, а 28%, да, т.е. как бы я не говорю, там, 15%, или, например, у меня на коммерческий блок уходит, там, 30%, да, т.е. я наблюдаю, например, я знаю правила, да, что по-хорошему с ростом выручки процент расходов на коммерческий блок должен падать, ну, за счет роста выручки, как бы, да, т.е. там ты уже не занимаешь, там, 15% маркетологов, да, как бы, и я, соответственно, как бы тоже наблюдаю, да, ставлю все целевые значения, например, что хорошо по мере роста выручки, допустим, мой, там, коммерческий блок, там, упадет с 30% до 20%, например, да, и, соответственно, я уже ставлю себе цели, задаю вопросы и начинаю разбираться по каждому косту, смотреть, что я могу в соответствии с этим расходом сделать, да, там, что я могу улучшить, что я могу оптимизировать, кого-то, может быть, поставщика могу заменить, ну и так далее, и так далее, и так далее. И это, на самом деле, это такая операционная работа руководителя и, опять же, да, к вопросу про принятие роли, да, часто предприниматель, он, как бы, очень крутой производственник, но очень посредственный руководитель, и так получается, что он не хочет тратить время на то, чтобы заниматься, допустим, оптимизацией расходов, и, соответственно, он попадает в такую ситуацию, мне этим не хочется заниматься, потому что, как бы, мне вот можно, там, не знаю, доски попилить, да, там, покрутить, там, не знаю, с мужиками поговорить на производстве, а на самом деле нужно тратить время на то, чтобы, там, не знаю, каждую статью расхода разбирать, да, там, говорят там да это там бухгалтер не этим должен заниматься но он бухгалтер не должен этим заниматься он не он занимается организацией прибыли компании отвечает за это сам владелец соответственно тут идет конфликт ролей как бы одно дело я там крут в маркетинге там либо в продажах либо там за в производстве но я плохо понимаю что такое профессиональная работа руководителя еще раз если мы хотим чтобы наш бизнес рост в первую очередь надо чтобы иметь этот растущий бизнес да как бы надо делать соответствую вещи соответствующие вещи а в какой роли это делать ну блин в роли руководителя естественно как бы надо понимать какую работу я выполняю поэтому в отношении расходов это тоже большой блок который надо инвестировать время внимание самому своим финансовым менеджером с бухгалтером но проделать эту работу для того чтобы там почти там каждый процент каждая копеечка как бы имеет счет и каждый процент рентабельности по чистой прибыли как бы он действительно там является большим складом там в развитие компании там дивиденды собственно ну от себя бы друзья хотел добавить если вообще никто ничего не ведет то нужно начать хотя бы с прихода расхода то есть там самая элементарная такая формула да сколько пришло и сколько ушло можете пока даже не разделять расходы но расходы это совершенно точно то что нужно учитывать обязательно александр вот есть такое словосочетание очень многих мебельщиков в том числе и многих предпринимателей пугающие которая звучит как кассовый разрыв скажи пожалуйста что это за такое явление да и как можно его избежать и всегда ли кассовый разрыв это плохо ну вообще кассовый разрыв это такое состояние когда у компании не хватает денег для того чтобы рассчитываться по своим обязательствам то есть наступило 15 число нужно заплатить зарплату сотрудникам миллион рублей владелец открывает расчетный счет или открывает кассу как бы там у него 300 на как бы люди ждут рассчитаться надо как бы а денег не хватает и это такая достаточно эмоционально неприятная сущность и конечно часто это является но большой проблемой и предприниматель сильно по этому поводу переживаю всегда ли кассовый разрыв плохо хороший вопрос на самом деле но вообще всегда конечно это такое неприятное событие да как бы ну и как-то я не сдался вопроса хорошо ли это вот но наверное если компания попадает в кассовый разрыв и это связано например с быстрым ростом бизнеса да то наверно может где-то из какой-то степени хорошо да то есть тогда просто встает задача как нам ну с этим кассовым разрывом справиться где привлечь деньги да вот часто кстати причиной кассовых разрывов является это не умение управлять оборотным капиталом как бы хотя опять же бизнес может быть прибыльным но у нас там не знаю запасов много на складе лежит там клиенты большие дорожки да просят как бы и компания в кассовом разрыве поэтому тут тоже это это одна одна из причин решения то есть как справляться слушай на самый опять же да вот сейчас для тех кто будет смотреть например да может быть он даже в этой ситуации находится и для него эта ситуация новая да опять же вот а у нас там тысячи решенных бизнес кейсов как есть четкий понятный рецепт как сделать так чтобы там по-хорошему никогда в жизни не попадать в кассовый разрыв или даже если ты и попадешь кассовый разрыв то ты задолго заранее знаешь о том что может упасть в эту ситуацию это решается понятными инструментами управленческого учета то есть первое это нужно вести четко у отчета движения денег да вот как ты сказал там до пришло ушло как бы только это структурно по правилам второе должен быть обязательно платежный календарь платежный календарь это тот же отчета движения денег если отчета движения денег он фиксирует регистрируют ну как бы события в прошлом до в моменте то платежный календарь это экстраполяция в будущее то есть мы мы, получается, предполагаем, какие мы там расходы, оплаты будем производить в будущем. И, соответственно, мы можем сопоставить поступление выбытия денег на периоде и увидеть, либо у нас достаточный будет объем денег, либо мы там просядем. И третье, что нам помогает не попадать в кассовые разрывы, это вот как раз таки управление оборотным капиталом. То есть нужно четко знать ответ на вопрос, какой период оборачиваемости запасов я могу себе позволить, какую отсрочку платежа я могу позволить давать клиенту, да, и на сколько дней мне могут давать отсрочку платежа мои поставщики, например, да, и это решается с помощью финансовой модели, тоже инструмент управленческого учета, там находятся эти ответы. И пятое, что нужно сделать конкретно, это нужно знать ответ на вопрос, какой объем денег мне нужен для того, чтобы компания в целом операционно могла рассчитываться по своим обязательствам. Часто бывает такое, что допустим, не знаю, там в кассе от месяца к месяца лежит там по 2 миллиона, да, например, да, и действительно компания в кассовом разрыве, а на самом деле нужно держать там, не знаю, 7-8 миллионов на расчетном счету, чтобы операционно справляться с этими расходами. И часто вот предприниматели не знают ответ на этот вопрос, и тоже нужно для себя вот это прояснить, какой объем денег нужен для того, чтобы компания себя нормально чувствовала и как-то ехала и сильно не переживала. ТОП-3, ну это может быть ТОП-5, но, скорее всего, ТОП-3 самых главных заблуждений предпринимателя, да, которые влекут вот проблемы с деньгами в тот момент, когда он начинает заниматься своим делом и попадает в неприятную ситуацию. Ну, базовые ошибки. Первое – это думают, что прибыль – это пришло-ушло, осталось мое. Мысли о денежном потоке – это базовое заблуждение, и оно как бы причина всех зол. Второе – что чистая прибыль компании – это деньги собственника, которые можно тратить. Это второе. То есть очень часто предприниматели, ну, как бы, ну, хотела, они меньше лет зарабатывать, да, и принимают их как свои. Да, чистая прибыль – это наша. На самом деле это чистая прибыль компании, да, как бы, и нужно учитывать интересы и компании собственника, да, и важно понимать, и важно прям на уровне политики прояснять, какой процент от прибыли я могу себе позволить брать в виде дивидендов, а какой процент я оставляю в компании и куда я их направляю. Третья ошибка – это, опять же, она связана с распределением чистой прибыли. Это не формируют резервные фонды, то есть вот когда наступают разного рода кризисы, да, ситуации, когда объем продаж либо резко падают, либо вообще останавливается, да, вот как в 2020 году была ситуация, там кто-то вообще всех закрыли, кто-то вообще остановился. И при этом в компании нет резервного фонда. И, соответственно, как бы это вот такая третья причина. Третья причина. Третья называют подушка безопасности, да. Подушка безопасности, да, резервный фонд. Вот такая штука. Поэтому эти, вот если даже, я и так скажу, что если вот даже просто посмотрев это видео и взяв на заметку вот эти три пункта и попробовать с этим что-то сделать, да, то есть поменять свою точку зрения, поменять свое поведение, да, как бы и отношения, то, ну, мне кажется, что станет на порядок лучше, чем обычно происходит в компании. Я согласен. Я согласен. А вот опять же, если говорить про полезность, да, сейчас ни про что не говорим, кроме нескучных финансов. Если про нескучные финансы, вот с чего начать изучение? То есть это какая-то книга или это какой-то, может быть, ролик конкретный, который там поведет дальше? Или это может быть какая-то статья? С чего посоветуешь? Даже ссылку оставим конкретно, да, с чего начать? Смотри, у нас есть в электронном виде такой базовый PDF-книга. Управленка. Управленка называется, да, вот ее можно… Где мы ее можно найти? Я тебе дам ссылку. Потом есть книга выпущенная «Нескучные финансы». Она такая красная с таким гусем. Гусем. Вот на озоне. Вот. Это такой вот такой интересный продукт, тоже качественный. Ну, в принципе, там контент пересекается с управленкой. Она такая достаточно хорошо переработана, но в целом, если вдруг там хочется там как-то материальную книгу получить, да, то тоже рекомендую ее прочитать. У нас есть на сайте нескучные финансы, но boringfinance.ru газета. Это у нас прям целое там медиапроизводство. Мы там порядка там 8 статей в месяц выпускаем. А, то есть на постоянной основе. На постоянной основе, да. То есть у нас там разные кейсы, полезные статьи. И, соответственно, как бы можно там черпать информацию. Есть YouTube-канал «Медиапредприниматель». Есть YouTube-канал «Нескучные финансы», там разные вебинары. Вот. Это вот все, что связано с тем, что кто хочет бесплатно, да. А если там будут смотреть зрители, у которых там есть в команде люди, у кого есть там ресурсы, да, у кого есть возможность там взять финансового директора, то я бы рекомендовал просто, ну, как бы действительно не мудрить взять… Нанять… Нашего «Финдира», конечно, воспользуйся нашими услугами, потому что у нас бюджетные, ну, бюджетные цены, как бы там это не по 400, не по 500 тысяч рублей в месяц, как бы как на Headhunter. Это вполне себе доступная история. То есть, короче, если есть ресурс, то берите «Финдира» и решайте эту задачу. Друзья, вот продолжение, кстати, по поводу «Финдира», да. Буквально вчера я был в Санкт-Петербурге, да, снимал небольшое интервью с ребятами. Ну, вот ссылку оставляю тоже на это интервью. И просто в процессе общения совершенно случайно они говорят, «Знаешь, вот нам очень помогло в том, что мы разобрались наконец с финансами и разбирались мы на основе трудов нескучных финансов». Я такой сижу, думаю, так. Они говорят, мы используем финансовое табло, и, если честно, в следующем году мы хотим привлечь финансового директора. Я говорю, ребят, представляете, у меня сейчас лежит в кармане билет в Челябинск на самолет, то есть я лечу и завтра я общаюсь с основателем нескучных финансов. Они просто поменялись в лице, то есть они прямо офигели, в принципе, как и я. Круто. Я думаю, что вот этот вот выпуск, он один из самых полезных на моем, пусть пока еще и небольшом, канале, да. За что тебе, Александр, отдельное огромное спасибо. Позволь пожать твою руку. Спасибо большое. Спасибо большое. Ты красавчик, тоже так это проявился, быстро среагировал, сразу купил билет. Я сейчас на не ожидал. Респект за скорость. Спасибо. Видите, как бы все возможно, все реально. Просто написал Александру, ну, безусловно, там, как бы обосновал, что к чему, и Александр говорит, окей, давай сделаем. Вот. Спасибо большое. Ребят, подписывайтесь и пишите свои комментарии, что думаете по поводу данного выпуска. Всем пока. Пока. Все, круто. Все, огонь. Спасибо огромное.